Выступая перед собравшимися, замминистра энергетики и промышленности отметил, что уголь останется востребованным в традиционных областях, но необходимо развивать проекты по его глубокой переработке, расширив сферы применения. Весь мир уголь используют как сырье для получения других видов сырья, например, газ, другие химические материалы, из которых можно делать пластик, пластмассовые изделия, автомобильную резину, всевозможную другую продукцию, которую можно использовать для развития машиностроения, химической и резино-технической промышленности. У угля уникальные свойства, которые можно использовать для развития всей остальной экономики Кыргызстана. В работе круглого стола приняли участие представители Министерства энергетики и промышленности, а также организации горнопромышленников и геологов. Один из организаторов, Шайдалдас Арымсаков, предложил использовать водород в качестве альтернативного топлива. «Вооборот, самый экологически чистый продукт, и при сгорании образуется только вода. Поэтому никаких там диоксид, углеродов, смола, смол-свещества, газ, парниковый газ, дегенерный марк, глаус. То есть, освободимся мы от этих продуктов. Поэтому мы рекомендуем Кыргызстану перейти на использование водорода в качестве энергетического топлива». В ходе круглого стола были рассмотрены такие вопросы, как современное состояние угольной промышленности, возможности создания коксохимического производства на базе узгенского каменно-угольного бассейна, исследования в области химии и переработки угля, утилизации отходов угледобычи с целью защиты окружающей среды. Азам директора ГП Кыргызгоймур проинформировал, что Комитет по топливно-энергетическому комплексу Джогур-Кукинеша одобрил законопроект о внесении изменений в закон о недрах. Основной целью документа является создание условий для развития горной отрасли и восполнение минерально-сырьевой базы. «Государственные предприятия со стопроцентной долей государства имеет право, то есть без конкурса, получать лицензии на разработку. Это дает возможность государства контролировать такие свободные участки, как в данный момент есть у нас в Микруши участок Акулак, в Ташку-Море есть участки угольные месторождения, где можно добывать и вылечить добычу угля». Объем добычи угля за последние 10 лет вырос без малого в 4 раза. В 2010-м было добыто около 600 тысяч тонн твердого топлива, ну а в прошлом году 2,5 миллиона тонн. Аяна Дюшикеева, Ирлан Джунушалеев, Алмаз Нурмамбета, Фалато, 24.